С первым докладом выступит председатель нашего общества Владимир Федорович Семиглазов. Его доклад будет посвящён проблемам резистентности к тамоксифену и механизмам не только к тамоксифену, у него шире написано гормонотерапии и возможностям для преодоления этого феномена, очень важного в клинике. Пожалуйста, Владимир Федорович. Так, уважаемые коллеги, мне позвольте начну с публикации в Ланцете, которая касается, ну, собственно, она ещё готовится к этой публикации, которая касается судьбы пациентов, которые уже пять лет принимали тамоксифен. Это женщины, как бы, получали адювантное лечение тамоксифеном, хотя в то же время там была и химиотерапия, и там другие виды лечения. Вот из нашего института здесь, как бы, с 1985 года мы соучаствуем в этом, в обзоре в Оксфордского. Вот эта группа называется группа по испытанию адювантового лечения, врачи обозначены. И вот что интересно, что даже те пациенты первой стадии, которые пять лет уже принимали тамоксифен, гормонотерапию, даже вот у этих пациентов возникает рецидив заболевания у каждой пятой, 21%. А если брать только отдалённые метастазы, ну, тоже очень часто, как вы видите, 14% – это первая стадия заболевания. Ну, и, конечно, по мере, так сказать, метастазирования лимфоузлы, это доходит до 41%, почти 5,5 больных с первой стадией. Ну, а здесь уже, если есть метастазы, это и вторая, и третья, возникает рецидив даже после пятилетнего лечения гормонотерапии. И для чего, в общем, вот такие вот публикации, и почему она так вот, как бы, показывает опасность рецидива заболевания, заболевания даже при начальных стадиях и даже при пятилетнем лечении. Это, в общем, как бы обосновывает вот эту программу «Атлас», которую тоже проводит в Оксфорд. И мы в своё время, 15 лет назад, вошли в состав от этого исследования «Атлас» с 5 лет против 10. То есть, имеется в виду, что надо не 5 лет, а 10 лет лечить тамоксифеном. И поначалу, как видите, огромный список директора институтов различных, разные, так сказать, специалисты, как говорится, иных уж нет, и те до лечения. Мы сначала входили в пятёрку вот этих исследователей среди 80 центров, потом в десятку, но сейчас на 11 месте. Вот уцелели, как Суднина Юрьевна Барыш, она основной исполнитель. И только благодаря, можно сказать, нашему институту, Ольге Александровне Ивановой, вот Елена Константиновна Жильцова в последнее время, мы как бы уцелели вот в этом проекте, потому что, ну, все требовали, вот обязательно нас включать, обязательно. Ну, и в результате к 15-му году только наш институт. Ну, все-таки очень важно, что это позволяет дать объективную оценку факторам, которые определяют чувствительность и отдалённые результаты вот такой длительной терапии. И как бы я же говорю, а резистентность почему даже при начальных стадиях, после даже десятилетнего лечения, всё-таки возникает рецидив заболевания. И как вот к тому, к чему мы привыкли. ТНМ, система ТНМ, она работает даже и через 10 лет. То есть, это есть зависимость от размера опухоли, состояния лимфоузлов. А вот такие признаки, которые мы вот сейчас всё время обсуждаем, это экспрессия ФЕД-2, степень злокачественности, сам возраст. Оказывается, они работают в основном только до 5 лет. Дальше влияние этих факторов, даже экспрессия рецепторов регистрации, очень ограничена. Их нельзя оценить как длительные такие факторы, предсказующие и прогнозирующие заболевания. Ну и обычно, ну на нашей пятиминутке редко, но вот мы видим, когда приезжают пациенты из других регионов, или конференции проводят, даже в Москве, как правило, акцентируется внимание, что вот, вы понимаете, результаты-то уж не такие высокие, а осложнений очень много. Но если вот сравнивать в абсолютных показах, действительно, на 4%, ну что это означает? Это значит вероятность сокращения рецидивирования отдалённого на 25-30%, а сокращение смертности на 27%. То есть, такое лечение, в принципе, высокоэффективно. Ну и, конечно, сопровождается. Но Елена Константиновна будет подробно это говорить. Но я сразу же хотел сказать для гинекологов, что когда возникает случай рак-эндометрия, там, скажем, какие-то проблемы с яичниками, сразу поднимается шум, сыватунок. Особенно вот наших региональных гинекологов. Ну, конечно, там они вот тамокситен назначат на 5-10 лет. Конечно, там рак-эндометрия, там вообще пациенты погибают от других заболеваний. Так вот, мы увидим осложнение того длительного 10 лет терапии тамоксифеном. Действительно, несколько чаще тромбоэмболии и инсульты. Но они возникают редко. Вот рак-эндометрия, значит, риск как бы достоверный. После на паузе, конечно. Но кумулятивный риск 3%. За 10 лет лечения у 3% женщин возникает рак-эндометрия. Притом смертность, как видите, она не отличается вообще от рака-эндометрия. То есть, иногда, как бы, под личным впечатлением врач, так сказать, оценишь, что это опасно, это вообще лучше отказаться, там, на авариктомию выполнить, не рисковать, там, и так дальше у молодых женщин. На самом деле, это редкое осложнение, но значимое, поэтому говорить об этом надо. И в то же время, и это очень тоже важно, риск возникновения рака в противоположной молочной железе у длительно принимающих на 28% меньше. То есть, это, как бы, защитный эффект, химиопрофилактика. Но это ожидалось, как бы, дальше. Но сейчас мы говорим, уже переходим на конкретную тему. Это, как бы, прелюдия. Ну, понимаете, что 70% больных рака молочной железы гормонозависимы – это алюминиальные опухоли. И, конечно, можно было бы ожидать чрезвычайно высокой эффективности любой гормонотерапии. И там, является ли это терапия тамоксифеном, или у пациентов даже молодых использование ингибиторов ароматаза в случае, так сказать, подавления функции яичных супрессий и так дальше. Но, когда пересматривается вот эта классификация, а в марте следующего года будет следующая конференция Сан-Гален, вполне возможно, будет еще один пересмотр, то мы видим, что, фактически, возможно, люминальные опухоли еще и чаще встречаются, чем у 60-70, потому что среди пациентов с экспрессией Баньо встречается очень часто люминальные опухоли с позиции молекулярной генетики, там, ПАМ-50. Вот. И даже при трижды негативности встречаются люминальные, но люминальные, конечно, другие, андрогенозависимые, 15%. Когда мы пересматриваем вот с помощью уже более углубленных анализов, мы видим, что даже среди экспрессирующих Баньо по иммуногистохимии на самом деле экспрессия у 1,3 пациента в 31%. Гораздо больше люминальных опухолей. Так что здесь становится понятно, почему даже при этих опухолях гормонотерапия иногда бывает эффективна, особенно в сочетании. И мне вот хочется вернуться к таким старым слайдам нашим, когда мы начинали больше 10 лет, уже 15 лет назад, неодиуантную гормонотерапию. И нас широко поддерживала компания Pfizer, обеспечила этим препаратом экзаместан и так дальше. И мы там показали, что действительно неодиуантная гормонотерапия не уступает по эффективности химиотерапии. А ведь в то время неодиуанты применяли только химиотерапию или только лучевую терапию. А мы предложили вот эту оценку. Но одновременно мы тогда уже начали указывать, что далеко не все пациенты с высокой экспрессией рецепторов стероидных гормонов в чувствительной гормонотерапии. А не малочувствительной химиотерапии, но и нечувствительной гормонотерапии. Но нам, так сказать, сказали, что не надо пока акцентировать, поскольку вы не знаете, с чем это связано. И тем более, что, скажем, тогда в качестве контрольной группы применялись токсаны, доцитоксел. Мы сейчас видим, что действительно доцитоксел, в принципе, эффективен при гормонозависимых опухолях. Если он применяется в такой стандарте раз в три недели, в отличие от паклитоксала. Паклитоксел эффективнее при низкой экспрессии стероидных гормонов. Ну и мы видим, что безрецидивная выживаемость в этой группе выше на 24% среди получающих эти препараты. Но здесь учитывается, кроме эффекта и побочный эффект, пожилые женщины, речь идет о постменопаузе, поджоге женщины, и редко когда переносит даже эти четыре курса химиотерапии. И, конечно, гораздо проще и нетоксичнее назначить ингибитор арматаза и получить этот ответ. И я уже сказал, что выяснилось, когда мы стали анализировать вот этот проект и пересматривать его многократно, а уже прошло 15 лет, то мы видим, что примерно 40% даже с высокой экспрессией обоих рецепторов и эстрогенопрогестерона нечувствительны гормонотерапией. Приходится прекращать уже через два месяца, переходить на химиотерапию и так дальше. И мы дальше рассматриваем основные мишени резистентности гормонотерапии. Ну, это известно было и раньше, что коэкспрессия, допустим, 5-2 и рецепторов стероидных гормонов, она говорит о плохой чувствительности и к химиотерапии, и к гормонотерапии. Они редко, эти пациенты достигают полного регресса. Если обычно там в среднем от 20 до 40% опухоль исчезает в процессе лечения, используя, допустим, токсаны, то у этих пациентов 5-6% и меньше полных регрессов. И выполнено было два исследования, вот, тандемы ГФР-3008, которые показали, что надо использовать гормонотерапию вместе с таргетной терапией, или лопатиник, или тростозумабгерцептин. Но это касалось очень распространенных опухолей. И до сих пор даже АСКО никак не может решиться у этих пациентов, особенно в таком быстром росте, и отказаться всё-таки сначала в химиотерапии плюс таргетной терапии, а потом в гормонотерапии плюс таргетной терапии. Всё-таки психологически не могут этот барьер преодолеть, что здесь надо сочетать гормонотерапию с таргетной терапией, а не химиотерапию. Ну, сейчас вернёмся назад. Да, конечно, один из важнейших, так сказать, признаков, мишеней, таргетов – это, конечно, есть амплификация гена CCN1, то есть фактически речь идёт о циклитозависимых геназах 4 и 6. Было выполнено три исследования, ПАЛОМ 1, 2, 3, в одном из них участвовал наш институт, который показал, что действительно добавление вот у этих пациентов гормонотерапии ингибиторами ароматаза, речь шла о посменопаузе, литрозола, конечно, значительно усиливает эффект лечения, это распространённые опухоли, и особенно в последнем исследовании, это ПАЛОМа 3, когда уже пациенты получали ингибитор ароматазы, и закончилась как бы эффективность, рецидив на ингибиторах ароматазы, вот, переход на чистый антистероген, пульверстрант, плюс палбоциквип, значительно улучшало эффективность лечения. И когда вот это исследование многократно анализировалось, в том числе, вот здесь эта группа американских исследователей, они посмотрели одновременно, что кроме, вот, скажем, кроме ингибиторов циклинозависимых киназк, есть ли какой-то маркёр, который покажет, что вот эти пациенты, допустим, местно распространённые опухоли, чувствительны гормонотерапией. Что могут предсказать? Ну, конечно, первым, так сказать, и основным признаном, который всегда рассматривается, это мутация ПИАКИ-3СИА. Может она оказывать, как бы быть маркёром чувствительности гормонотерапии, или там, да, палбоциклибу, зная о цене вот этого лечения. Высокая стоимость лечения того и другого. Действительно, мутация вот этого гена, это видно, как бы, говорит о ухудшении прогноза. Но когда посмотрели пациентов с мутацией гена и без мутации, при назначении фольверстранта или фольверстрант при спалбоциклибе, так в обоих случаях и при наличии, и без мутации, значительно более высокая мутация, когда выживаемся, когда два препарата, и при наличии мутации. То есть сам по себе вот этот признак, мутация, кроме, так сказать, циклинозависимых геназ, мутация ПИАКИ, не оказывает, и не может быть маркёром чувствительности к такому лечению. И параллельно этим исследованиям пошла серия работ, которые стали искать ингибиторы вот именно мутации ПИАКИ-3СИА. Первые два препарата, исследованные в клинических испытаниях, пиклитис, значит, бурпарсис, значит, трудно выговорить, да, они не показали какого-то такого, знаете, надёжного результата. На полтора-два месяца, как бы, безрецидивный период увеличивался, и только вот последнее исследование, которое уже касалось АЛПИАНС-ВИСИП, вот как будто бы, вот этот ингибитор, возможно, будет работать в этой системе. но нужны вторая-третья фазы клинических испытаний, чтобы наднёжно контролировать этот важный вот ацепиоакитиси, потому что этот же ген и эта же мишень рассматривается и при других опухолях, не только горбонозависимых. И вот последнее, вот буквально это где-то последние месяцы, даже я бы сказал, этого года, появилось раз сообщение, исследование, касающееся гена СР1, который, как известно, кодирует рецепторы эстрогена АЛФА, которые определяют чувствительность или нечувствительность гормонотерапии. Авторы исследовали мутацию этого гена в плазме, то есть именно в тех ситуациях, когда мы не знаем, проводя адъювантную гормонотерапию 5 или 10 лет, что вообще происходит? Может быть, давно уже поменялись или отсутствует рецепт перстероидных гормонов? Если это распространённая опухоль, можно оценить по ответу опухоли на лечение отдалённой метастазы. Или, как говорят, сейчас надо посмотреть повторить биопсию из метастаза. Ну, а если это адъювантное лечение, когда нет опухоли, а больная потом рецидивирует? Значит, именно по плазме и определению вот этого гена можно оценить, закончился ли этот эффект и надо ли вообще продолжать 10 лет или остановиться на гормонотерапии. гормонотерапию. Так вот, когда... Эти, в общем-то, гены известны давно. И давно уже пытались как бы сопоставлять эффективность гормонотерапии с мутацией этого гена. Но никакой зависимости не было обнаружено. Вот здесь, когда появился фульверстрат, видно, что при наличии мутации фульверстрат всё-таки повышает эффективность лечения. Это очевидно. Когда её нет, результаты одинаковые. Применяются ли ингибиторы ароматазы, там, скажем, экзамистаны, аромазин или фульмистрант. И только позже выяснилось, что именно при длительном приёме ингибиторов ароматазы и наступает, в общем-то, исчерпывается, наступает мутация от этого гена. То есть, совершенно бессмысленно назначать пациентам гормонотерапию ингибиторов ароматазы, когда произошла эта мутация. Она определяет резистентность в принципе. Она как бы вот сама, так сказать, сама терапия селективно отбирает всё это признаки. И очень важное исследование, которое касалось использования того же известного палубоциклиба, действующего нациклинозависимый киноза и пульвестранта. И мы видим в левом рисунке фраун значительно более высокая выживаемость в группах, когда применяются и пульвестрант, но всё касается постменопаузы, хотя мы сегодня говорим о пременопаузе. В это исследование включались больные и пременопаузы, как, впрочем, и полома-3. Но каким образом они получали или агонисты, гормонолизм гормона, или была выполнена операция на яичнике, или лучевое выключение. Вот. Таким образом, вот это направление, я думаю, будет в ближайшее время получить более широкое развитие. Хотя здесь, вот, судя по рисунку, такого большого зависимости, большой зависимости именно от мутации-то, как бы, и не прослеживается. Поэтому тут надо смотреть и дальше закономерности. Ну, известен вот этот МТОР-путь. Это было большое исследование нашего института вместе с Баселго, бывший вице-президент ЭСМА, который показал, что действительно подавление, так сказать, МТОР с помощью эверолимуса вместе с гормонолитрозолом, имбибиторарматазы, а в последней Болерот-3, это уже экзамистан, аромазин, улучшает результаты. Чаще наступает ответ на лечение, продолжительный безрецидивный период и так дальше. Но вот то, о чём они не говорят, вот Елена Константиновна будет говорить, значит, там, конечно, колоссальная токсичность лечения. Действительно, всё уменьшается, но очень малое число больных могут приносить такое лечение. Поэтому здесь надо работать в плане как бы снижения токсичности. Вот. Или такого же типа препарата, но менее токсичные. Это, кстати, эверолимус второго поколения препарат. Ну, вот как бы не то, что заключение, но основные направления, которые будут сейчас развиваться, это то, что я уже говорил, это вот мутация СР1 и, значит, работа с рецептами эстрогенов альфа. Это вот эта коэкспрессия, так называемая, амплификация гена Р2, которая приедет чувствительность герцептину и другим препаратам этого ряда. И, соответственно, значит, ингибитор ароматазы. Вот. Есть уже как бы два исследования, и в этом, например, надо работать. Дальше соматические мутации. Вот здесь очень мало еще так сделано СР2. Здесь только при дольковых раках поведено исследование, работа, сочетание неротениба и фолистранта. Такие обнадежившие результаты. Амплификация рецепторов актора роста фибробластов. Это при лиминальном В. Вот. И дальше. Очень важный путь. Он будет продолжаться в направлении более эффективных и менее, так сказать, дорогостоящих препаратов. Палбоциклип, конечно, прекрасный препарат, но цена вопроса. Вот сейчас исследуется вторая фаза амебоциклип и рибоциклип, которые еще более эффективны, но пока не вышли на рынок, хотя вот сейчас будут проводиться исследования. Очень кажется важным сигнальным инсулиноподобным фактор роста, но нет обнадеживающих результатов пока. Всем известны исследования с амбастином, бивоцузумабом. Первые впечатления были очень хорошие, но во-первых, токсичный препарат амбастин. Во-вторых, не случайно ФДА, Food and Drug Administration, отозвала разрешение на бивоцузумаб при проведении химиотерапии плюс амбастин, потому что много токсических эффектов, недостаточно противоопух. Хотя две работы показали, что вместе с ингибитами ароматаза при высокой экспрессии рецепторов стероидных гормонов он работает. И, наконец, это будет, наверное, важнейший путь, это люминальные B-опухоли, это так называемые иммунологические подходы, в частности, и в том числе в нашем институте уже сейчас мы обговариваем, да, использование так называемых чейкпоинт ингибиторов ПД1, ПДЛ1, которые с помощью пока пембролизумаба, но выходит на рынок еще более эффективный, менее токсичный атеозолизумаб, и будет два исследования в нашем институте вот с этим препаратом вместе с Микеланджело группой из Италии. И вот в этих направлениях, я думаю, здесь будут значительные достижения, в том числе преодоление резистентности терапии рака-молочной льви. Да, закончено. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Федорович за очень интересный доклад. Пожалуйста, вопросы. Потом по ходу делилось. Ну, я тогда просто воспользуюсь тем, что я здесь сижу. Владимир Федорович, я не вижу поднятых рук. Я хотел вас спросить вот о чем. Тут есть несколько моментов действительно интересных. Вы в самом начале сказали, что примерно 40% такая цифра прозвучала гормонозависимых новообразований, то есть имелось в виду, видимо, в которых есть, скажем, стероидные рецепторы. У них очень быстро, вы упомянули такую цифру, в течение уже двух месяцев развивается резистентность. Честно говоря, я слышал когда-то цифру 25%, это тоже очень много, но меня интересует другое. Это идет речь резистентности, которая исходно была, или она все-таки приобретенная, то есть она успевает развиться за вот это короткое время. Как вы думаете? Олег Михайлович, очень важный вопрос. Поскольку резистентность мы оцениваем через два месяца терапии, то, видимо, это исходно уже резистентность. Не приобретен, когда там через два-три года, это понятно. А именно это приобретает. Потому что мы сходу и теперь уже видим, что если в течение двух месяцев пациент опухоль не отвечает на лечение, нет смысла продолжать эту терапию. Почему в этих условиях господин Даусет, известный вам, предлагал и сейчас предлагает, что надо ориентироваться на экспрессию КИ-67, пролиферацию уже через две недели, если нет снижения активности пролиферации, то есть КИ-67, то нет смысла продолжать дальше гормонотерапию, хотя здесь много еще остается вопросов, является ли он абсолютно надежным этот тест, но и, конечно, в поиске таких маркеров, которые позволили бы не дожидаться двух месяцев или четырех месяцев, а сразу перейти на альтернативное видо лечение. Субтитры создавал DimaTorzok